здравствуйте мои дорогие друзья сегодня я подробно расскажу и покажу вам то что я купила на аукционе и на блошином рынке и вот этот вот огромный доливной чайник мне достался на аукционе здесь не написано чьё это производство но мне он очень нравится ручная роспись очень красивые цветы очень веселые огромный веселый чайник и на аукционе если вы помните мне он достался за 500 рублей он этого стоит потому что чайник очень большой вот такой вот керамический чайник с цветочками ручная роспись итак 100 рублей берем 100 рублей 33 наши чудесные блоки решили купить чайник за 100 рублей может его кто-то и перебьет итак 100 рублей вот по 21 номер пошел 300 рублей он товарная он не первый раз 200 рублей 300 рублей 20 номер 300 рублей 1 300 рублей 2 300 рублей 400 рублей 500 500 рублей ничего себе серьезная заявка на узко 500 рублей шикарный чайник которым кстати долго хранится кипяток в горячем состоянии потому что он керамический называется доливной совершенно верно доливной чайник все они знают а и так 500 рублей 1 500 рублей до 500 рублей 3 про с другой стороны с противоположные точно такой же красивый цветок ну это конечно пойдет на дачу такая красота украсит мою дачу вот видите мне уже на даче подбирается какая-то такая небольшая эксклюзивная коллекция чайников ну я этому очень а вот и мой второй лот который я купила на аукционе за 400 рублей с двумя небольшими чешскими брошами и янтарным кулоном самое красивое в этом лоте конечно зеленая брошь в прекрасном состоянии ни одной потери в отличие от второй броши где есть потери хотя брошь очень старенькая а в этой замечательной броши с искусственным жемчугом не хватает двух кристаллов и сами очень интересно она сделана с разным размером жемчуга но это ничего страшного можно кристаллы и добавить и сзади если мы посмотрим то зеленая брошь она открыта и сразу видно по ней какая она старенькая кстати этот лот я купила из-за нее у меня к ней есть замечательные серги к сожалению серги лежат на светлой салфетке и они очень и они светлее чем есть на самом деле но поверьте они на ушки выглядят намного темнее и очень идентичны с этой зеленой брошью и сейчас я вам покажу какому наряду они предназначены осталось только прикрепить эту чудесную зеленую брошь в черной бархатной ленточки вот для этой черной блузки украшены старинной вышивкой на сетке и предназначались зеленая брошь и зеленые серги это вышивка моей прабабушки настоящий антиквариат и кстати дорогие друзья кто хотел попасть на аукцион на блошиный рынок ретро мы встречаемся там в воскресенье 9 февраля в 13.30 аукцион начинается в 14.00 напишите пожалуйста кто хочет приехать адрес я укажу под видео до встречи мои дорогие друзья а вот этот красивый красный чайник белый горошек я купила на блошином рынке в прошлый раз я рассказывала вам об этом и я купила его вот к этим замечательно маленьким чашечкам очаровательным я уже воображала и представляла как я буду пить на даче чай из этого сервиза как вдруг неожиданно вспомнила что у меня есть еще чашечки точно с таким же декором белый горошек на красном фоне и с очаровательным летним букетиком из полевых цветов очень красивое сочетание и очень красивые цветы которые мы так привыкли летом это три цвета красные маки белые ромашки и голубые полевые колокольчики и 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 Совсем недавно мы ходили в лёгко-осенние одежды, а впереди у нас, говорят, морозы. А долго ли, не знаю. И я гуляла 31 числа, в последний день января по городу, и решила вам показать. Это был последний день, когда ещё был декор новогодний в Москве, и решила вам показать вот эту красоту на прощание. Вы видели только что у входа в парк Камени-Горького огромные золотые часы, а дальше огромных медведей. А сейчас мы идём с вами по Тверскому бульвару, по чудесной, я не знаю, лабиринту, проходу в арке. Замечательный, очень длинный, с большой протяжённостью более 200 метров, и с чудесным таким вот огням, очень красивым. Когда идёшь, вот такое сказочное настроение получается. Я хочу вам пожелать, дорогие мои друзья, всего самого хорошего, берегите себя, и с вами мы прощаемся до следующей встречи, до следующего фильма. Это красиво, что-то. Помнишь, как в городе было? Царицево. Ну, там не так прикольно. Я обязательно... Больк-а-го. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok